Осторожно по миллиметру КАМАЗ заезжает на сливную станцию. Здание постройки 50-60-х годов для такой большой машины явно не рассчитано. Но выбора нет. Сооружение на 60 лет октября – единственная официальная точка для слива нечистот в Красноярске. Сюда приезжают десятки машин по нескольку раз за день. С каждой берут 100 рублей. Главное – оформить разрешение в Краскоме, как сделал Сергей Сушкин. В его компании четыре машины, они обслуживают весь город. Бизнесмен уверен, Красноярску нужно как минимум четыре таких станции. Две на правом и две на левом. Так как в миллионном городе одна точка на 60 лет октября на правом берегу, с левого берега, вы сами понимаете, машине ехать, плечо так называемое, намного больше. По времени это уходит. То есть от этого и цена может же для людей подняться. То есть сейчас она, допустим, определенная, потому что они сливаются там, на караульной, еще в других местах. При этом Сергей уверяет, его машины сливают отходы исключительно в разрешенном месте. Но знает, незаконно слить нечистоты можно на Калинино, караульной, в районе мясокомбината и не только. Список мест большой предпринимателей с предложением построить. Дополнительную сливную станцию уже обратились городским депутатам. Если все поедут в одно место, то невозможно, в принципе, в течение одного дня всем сливаться. Потому что на слив одной машины уходит примерно 15-20 минут. А в городе этим занимается бизнесом примерно 80 машин. Дальше будем эту проблему обсуждать в городском совете, на комиссии по ЖКХ. В Краскоме, говорят, идея построить сливную станцию на левом берегу не нова. В начале 2000-х они уже обращались к чиновникам с этой инициативой. Даже место выбрали на улице Караульной. Станцию здесь так и не построили, зато стали постоянно ловить нарушителей. Ежегодно вместе с полицейскими и Росприроднадзором Краском проводит рейды по несанкционированным точкам слива. В этом году работу усилили. Люк на Караульной засыпали несколько раз. Коммунальщики говорят, необходимо менять федеральное законодательство. Фактически водителям, кого задержали, им можно предъявить штраф только на полторы тысячи рублей. На предприятии уже, конечно, там до 30 тысяч. Но это все равно не те суммы ущерба, которые причиняются окружающей среде. За кадром водители сами говорят, я сделаю сейчас три рейда, я компенсирую этот штраф. При этом в Краскоме уверены, строить сливную станцию должен город за свой счет. По бумагам сети муниципальные. В городе отвечают, сеть эксплуатирует компания. За их состояние отвечает тоже она. А строительство станции обсуждали не раз. Только за последнее время было шесть совещаний. В ходе выяснили, сооружение на 60 лет октября с потоком посетителей справляется. Да и Краском с инициативой построить дополнительный объект не выходил. Будет предложение, будут рассматривать. Олеся Рожкова, Михаил Ткачук, Дмитрий Яковлев. Афон ТВ Новости.